Посмотрите на свои руки. Что сейчас вы в них держите? Попробую угадать. Работа, учеба, документы, развлечения – все в одном небольшом устройстве. Активными пользователями гаджетов становятся и дети. Для них Всемирная организация здравоохранения установила допустимые нормы, которые рекомендуется без вреда для здоровья проводить у экранов. Свои нормы установил и Роспотребнадзор. Их превышение, по данным экспертов, может привести к физическим нарушениям и развитию зависимости. Для взрослых эксперты со всего мира сошлись во мнении, что экранное время вне работы желательно ограничить двумя часами. Но по статистике люди проводят в гаджетах минимум по 7 часов в день. Психологи отмечают – интернет-контент становится основной формой развлечения, а социальные сети заменяют живое общение. Иногда выходим на улицу, чтобы встретить друзья. То же все в телефоне происходит у нас. Вся жизнь. Вся сейчас работа, к сожалению, уходит в соцсети, которая сейчас востребована. И общения меньше, и происходит это все в них. Важнейшей задачей ВОЗ считает увеличение физической, умственной и социальной активности за счет отказа от гаджетов. В современном мире настольная игра является прекрасной альтернативой гаджетам. Это способ живого общения как семьи, друзей, коллектива, так и незнакомых людей, раскрывающей черты характера человека, а также его способности. Игра является некой закрытой средой, в которой возможно контролировать то, что происходит на поле. И не так страшно принимать решения. Это очень подходит тем людям, кто подвержен тревожности, беспокойству, а также находится в депрессивном состоянии. Выбор настольных игр огромен, рассказывает ведущий подкаста о них Михаил Паричук. Этому хобби он уже отдал 20 лет. Находился у самых истоков развития индустрии. Тогда не было ни специализированных магазинов, ни крупных издателей. В те времена казалось невероятным, что из кусочков бумаги можно придумать что-то интересное. Сейчас ты можешь найти настольную игру на любой вкус. Маленькую, большую, на историческую тематику, на военную тематику, про животных, про какие-то индустриальные темы, на ловкость, на логику, на сказочный сюжет, на детективный сюжет. Ну вот, то есть, просто кому что нравится, это позволяет собираться чаще там с друзьями, хотя бы ради того, чтобы во что-то поиграть, во что-то свежее. Ну и плюс они сейчас, конечно, прошли огромный эволюционный путь в плане, ну там, и внешнего вида, и того, как в них играть, насколько это удобно, насколько это быстро, насколько это увлекательно. И, ну, это правда очень классная штука, которую вот стоит попробовать один раз, там, да, найти что-то свое. И, ну, это хобби, оно очень хорошо держит. Саша и Аня познакомились на одной из игротек. Чисто случайно нашла настольный клуб, очень стеснялась туда прийти, очень сильно, просто не очень люблю людей. Ну вот, ну вот, пришла, по-моему, даже в первую партию он меня, собственно, и затащил, потому что игрока не хватало. Александр и Анна женаты 4 года. За это время они обзавелись внушительной коллекцией игр, под которую пришлось обустроить целую комнату. Супруги убеждены, настольные игры – путь к взаимопониманию. И это прям, в принципе, помогло потом в будущем то же самое делать по отношению к другим людям. Общаться, рассказывать о своем хобби, узнавать об их хобби. Вот. Поэтому все-таки, наверное, коммуниками. Все остальное, это да, зависит от того, какая настолка. Терпение, добавляет Аня, сохранить лицо, не переходить на личности и все раз приоставлять на игровом поле. Есть игры с дипломатией, где надо договариваться, а есть игры без дипломатии. И одно дело, когда жена мужу говорит, я тебя кормить не буду. А другое дело, когда перед тобой сидит человек, мало знакомый, и начинает тебя прессовать. В игре. Не нравишься. Без дипломатии. И вот здесь вот терпение, не бросить в него фигурку, очень важно. Ученые Стокгольмского университета провели эксперимент, в ходе которого люди от 5 до 40 лет на протяжении трех месяцев регулярно играли в настольные игры. В результате когнитивные функции мозга у них улучшились на 30%. Настольные игры не просто развлечения. Они развивают качества, которые пригодятся и за пределами игрового поля. И, что немаловажно, помогают отвлечься от гаджетов. Галина Топилина, Петр Поломеев, Константин Головин, Николай Сидоров. События. Галина Топилина.